Друзья, снова приветствуем вас на портале саморазвития и сегодня мы продолжаем учиться писать мудрую восточную поэзию. В прошлый раз мы уже рассмотрели 10 первых советов и рекомендаций по написанию традиционных японских хайку, или как их чаще называют хокку, от Джеймса В. Хекета, самого известного хэдзина, писателя хокку, родившегося вне Японии, а в этот раз мы разберем оставшиеся 10 советов по написанию этих традиционных стихов. Кстати, это уже последняя часть по истории, традициям и просто логике написания хайку. И, как говорится, теперь вы готовы к самостоятельному плаванию по чудесному океану восточной поэзии. А дальше нам останется только проводить конкурсы и, конечно же, самим писать хокку. Возможно, мы даже как-нибудь устроим семинар по написанию хокку. А сейчас возвратимся к нашим советам по написанию этих замечательных стихов в японском стиле. И начнем мы с 11 рекомендации, которым я также, как и в прошлый раз, буду оставлять небольшой комментарий. 11. Упоминай время года. Так как традиционно хокку чаще всего пишутся о природе, в них считается отличным тоном намекнуть на время года, в которое происходят события, описанные в хокку, и тем самым повлиять на настроение всего стиха. Это можно сделать, конечно же, разными способами. Как прямо, упомянув само время года, или опосредованно, через явления, которые встречаются только в определенный период в природе, например, снег или желтые листья. А читатель сам домыслит, о каком времени года писал автор. Если, конечно же, автор не захочет внести в небольшое заблуждение неопытного читателя намеренно. А так как хайку и переводятся дословно как шуточные стихи, то это вполне допускается. 12. Хайку интуитивны. Также по настоящим японским медитативным дзенским традициям лучше всего писать хайку не умом выдумывая, или даже просто продумывая каждое слово, а именно изложить внезапно нахлынувшие чувства, которые часто оказываются более красивыми и живыми, чем любые логические ухищрения. Хайку по традиции действительно достаточно часто пишутся просто как импровизации, в которых даже не надо ничего додумывать. И, как ни странно, именно красота естественности хайку очень часто и подкупает своей простотой даже очень искушенного ценителя поэзии. 13. Не упусти юмор. Юмор – одна из главных черт хокку. Без юмора хайку будут слишком пресными. Вообще, само название хайку, как мы уже знаем, и означает юмористическую поэзию. Поэтому будет особым достоинством, когда каждый отдельный небольшой стих чем-то может удивить читателя, а в идеале и рассмешить. Ну или хотя бы навести на определенные размышления. 14. Рифма отвлекает. Как мы уже говорили в прошлый раз, тут имеется в виду, что суть стихов хайку намного важнее их внешней оболочки или формы. Поэтому, если вы не сильны в написании обычных стихов, то вас, рифма, только отвлечет еще больше от ваших озарений и проникновения в суть вещей. Поэтому, если не получается соблюсти и рифму, и импровизацию, и глубину произведения, то проще и лучше всего просто отказаться именно от рифмы. 14. К тому же, как только вы начнете включать свой интеллект при написании стихов хайку, то сразу же исчезнет их спонтанность, простота и непосредственность, что и является визитной карточкой японского стиля стихосложения хайку. Но при этом, если у вас получилось все же написать хороший хайку в рифму, этого тоже не стоит стыдиться. Это неплохо. Скорее, даже хорошо. Просто главное, чтобы мысли о рифме не отвлекали вас лишний раз во время написания. Рекомендации по написанию хокку. Хайку 15. Жизнь во всей полноте Эта рекомендация говорит о том, что можно описывать все аспекты жизни, а тем более природы. И если вы в данный момент жизни чувствуете что-то необычное, вы можете попробовать сохранить это ощущение и эмоциональную красоту данного момента, просто написав об этом хокку. Особенно это касается описания природы, ведь у природы точно нет никаких неприличных или запретных тем. В свое время известный хэдзин и са, словно в подтверждении этой мысли написал такой известный хайку. Смотри-ка, в поле монах справляет нужду, прикрываясь зонтом. 16. Ясность В этой рекомендации говорится про то же самое. Упрощайте, чтобы ваш хокку мог понять даже ребенок. Как говорил один из лучших традиционных японских мастеров сложения хокку басё, написать настоящее хокку может или ребенок, или очень опытный мастер. Поэтому откройте свою душу и станьте наивным и непосредственным хотя бы на время написания хокку. Тогда вы сможете ощутить себя в гармонии с окружающим миром. А нужные и самые удачные слова для описания этого момента найдутся сами. 17. Читай свое хайку вслух При чтении своих стихов вслух вы можете быстрее понять или почувствовать что-то новое в собственном хокку. А после этого при желании изменить свое хайку, сделав его еще лучше. А главное, при чтении вслух вы можете даже почувствовать те чувства, которые должен почувствовать читатель вашей поэзии. Ну а став на место читателя и узнав, как он выглядит со стороны, вы можете еще дополнительно улучшить свой хайку уже с обоих позиций. 18. Упрощай Не усложняйте излишне свою поэзию. Чувства часто теряют многое, если не все, когда их пытаются выражать слишком сложными и неестественными словами. Поэтому этого лучше всего сознательно избегать – употребление сложных слов и выражений. Если не верите, то попробуйте признаться в любви, используя только деловой официальный стиль или только научные слова. Тогда вы и сами поймете, что имел в виду хекет, включив эту рекомендацию в свой список рекомендаций стихов в традиционном японском стиле. 19. Дай хайку отлежаться Этот замечательный совет касается того, что вам могут прийти в голову некоторые еще более подходящие слова, чем те, которые вы уже использовали при написании первого вашего варианта хокку. И, конечно, не секрет, что какие-то интересные слова действительно можно дописать или что-то немного изменить уже после написания даже с виду неплохого хокку. Поэтому стихи лучше не публиковать сразу, а дать им отлежаться, а себе возможность улучшать их какое-то время. 20. Помни предостережение Блайса о том, что хайку – это палец, указывающий на луну. По воспоминаниям одного из учеников Басё, этот мастер высказывал такое сравнение, что хороший хайку – это как палец, указывающий на луну. Это значит, что если на пальце будет блестеть куча украшений, то внимание читателя будет отвлекаться на сами украшения, и тогда он не увидит самого главного – самой луны. А чтобы палец показывал именно на луну, никакие украшения на этом указательном пальце не нужны. Без них внимание наблюдателей будет куда проще перенаправить именно в ту точку, на которую изначально необходимо, а не на сам этот палец. В общем, почти все эти традиционные советы говорят о том, что главный девиз хайку – это простота. Поэтому ваш хокку должен всегда оставаться свободным от украшений, как палец мудреца, указывающего на луну. Настоящий мудрец не хочет демонстрировать свои украшения, мудрость или богатство. Он просто, без лишних слов, хочет указать ученику на то, что потребуется ему для саморазвития. Поэтому традиционный японский хокку – это поэзия, свободная от условностей и внешней красоты, но скрывающая в себе необычайную внутреннюю красоту и всю глубину возможных эмоций. Ну и, кстати, именно эти советы помогли самому Хекету в 1964 году занять первое место в большом международном конкурсе хайку, проводимом японскими авиалиниями, и выиграть поездку в Японию, в котором, вы возможно не поверите, но участвовало более чем 41 тысяча участников из разных стран. Написанный им хайку в этом конкурсе до сих пор считается одним из самых гениальных, и при этом максимально простых. Поэтому у многих писателей и ценителей настоящей восточной поэзии оно считается шедевром, эталоном хорошего хайку. Вот, собственно, и оно. Жестокий мороз. У тесно сидящих воробьев не видно шей. Ну и в завершении небольшая, но очень емкая рекомендация по написанию хайку от самого Мацуо Басё, как одного из лучших японских писателей этого жанра. Ученикам. Не слишком мне подражайте. Взгляните, что толку в сходстве таком две половинки дыни. Поэтому давайте же послушаем этого мудреца, и каждый начнет идти собственным своим путем. Ведь что толку подражать кому-то, когда наша судьба и наше счастье только в наших руках? Ну а на этом основные ориентиры в написании традиционных хоку от лучших писателей Японии и всего мира вам уже даны. Теперь от вас требуется только найти свой собственный неповторимый путь и с гордостью идти по нему, не сворачивая. Чего, собственно, я вам и желаю. Причем не только в вашей поэзии, но и во всей своей жизни. Не подражайте, будьте самими собой и будьте счастливы. Ну и, конечно, удачных вам хоку-экспериментов. А для вдохновения можете прочесть или посмотреть на нашем видеоканале еще 100 моих хоку-примеров и даже поучаствовать в наших хоку-конкурсах. А если вы все еще сомневаетесь и вам не очень по душе этот слишком уж простой японский стиль, то очень рекомендую почитать и более конкретные рекомендации по написанию куда более сложных русских хоку. На этом все. Мы желаем вам добра. Всего вам доброго. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok